МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Именно поэтому президент по итогам заседания Коррекционного совета по реализации национальной стратегии действий в интересах детей на 2019-2017 год еще в конце 2016 года дал поручение принять решение направленное на совершенствование системы профилактики подростковых сцитов. И я хочу привести еще одну страшную цифру, но уже касается конкретно нашей страны. По данным следовательского комитета Российской Федерации в 2016 году ушли из жизни в результате самоубийства 720 детей. За последние три года вообще совершили суицид 2200 детей. Это печальная статистика, и одновременно она дополняется достаточно еще большим количеством суицидальных попыток. При обнаружении материала с признаками пропаганды суицида любой гражданин вправе в едином реестре запрещенной информации на главной странице сайта Роскомнадзора заполнить окно приемных сообщений с указанием ссылки на подозрительный информационный ресурс. Далее в работу включается экспертное сообщество. То есть, если эти признаки есть, заявитель также получит ответ, что данный ресурс внесен в единый реестр запрещенной информации. Таким образом, функция Роскомнадзора на данном этапе заканчивается, поскольку сейчас в автоматическом режиме дважды в сутки со стороны операторов связи, которые осуществляют предоставление услуг доступа к сети интернет, осуществляется выгрузка запрещенных ресурсов из этого единого реестра и блокировка последующая. В регионе подготовлен ряд документов и методических рекомендаций для родителей по обеспечению информационной безопасности детей в интернете. Кроме того, по словам Морозова, в ближайшее время будут выделены финансовые средства на создание большого контакт-центра. Мы приступили к самой первой и самой главной задаче, которую перед собой поставили, это максимально информирование родителей, даже не максимально полноинформирование родителей. Задача, которую сегодня поставили перед образовательными учреждениями, это провести в обязательном порядке родительские собрания, причем мы настаивали, чтобы эти собрания были под протоколом подписи, чтобы было понятно, что каждый родитель информирован об этой угрозе. Если родитель по какой-то причине не может прийти на родительское собрание, то срок до окончания субботы классный руководитель обязан посетить и лично провести беседу, чтобы ни один не остался у нас в стороне. Глава региона призвал контролировать не только прямые призывы к суицидам, но и инструкции для так называемых зацеперов в сети. По данным МВД России в 2016 году, в результате такой зацеперской деятельности было травмировано 253 подростка, из них скончались 117. Эльвира Зямалова, Юрий Конихин. Новости Ульяновской правды.